это джемми холл владелец отеля и опасный психопат он опять прибежал он опять прибежал пришел да чтоб тебя уйди шкаф шкаф прячемся прячемся в шкаф так я еще помню что нам говорили на мерцающий свет идти так я слышал что кто-то шел я слышал скрип половицы блин все рискую выхожу все рискуем не глядя она хлебалась девочка вискаря давай с тобой поговорим об этом я вызываю лифт не подходи ко мне не подходи ко мне не подходи ко мне не подходи ко мне я вниз я вниз я поехал ты зачем не заходи туда надеюсь моя догадка права что мы должны я так понял что мы тут должны найти именно какой-то ракурс специальный ракурс как тут особенно когда плачет девочка ну такой себе конечно талант ума и ходишь мертвых людей видишь я доктор боус я пришел чтобы немного поболтать хорошо как вас зовут доктор боус я клинический психиатр почему в одной из ящиков лежит окровавленная ткань она была моей я сохранил ее на случай если она понадобится мне в качестве доказательства а давай попробуем его запереть давай попробуем его закрыть здесь лучше спросите джимми то сейчас вот пойду и спрашиваю такой коридоре встречу поджиме а для чего тебе зажигалка и рожку он такой мне вот хочу по зажигать огоньки только все спасибо я пошла мне пора дальше ходить по номерам так что ли утречка ты на канале ганты games где мы с тобой играем в разные игры и остановились мы на прошлой серии на том что девочку мы вроде как спасли она ушла и теперь ходим за доктором который лечил джимми и нас он отправил за хлебушком на кухню вот сейчас пойдем и узнаем начнем как пойдем на кухню он где-то должен быть тут нет ни на кухне подожди хлебушек же тут должен быть так что-то неправильно сюда не сюда ты куда показываешь компас в лифт подожди хлебушек где должен быть этаж а вроде бы не показывали этаж интересно получается куда же тогда идти просто вот тут за нами бегаете тут не охота хлебушек искать так а я тебя увидел до свидания мне такой расклад вообще не нравится пойдем лучше посмотрим в зеркало куда нам нужно идти а то это будут очень долгие прогулки может просто выйдем попытка не пытка так либо нужно дождаться мерцающего света и тогда пойдет сцена с призраком ну пока пока ничего не происходит давай смотреть ну понятно сейчас все будет касаться только доктора другого призрака мы еще не встречали ну спасибо хлебушек ну спасибо хлебушек а первый этаж а вот это вы меня обманули а зачем на первом этаже хлебушек если для этого кухня есть ну поехали надеюсь он нам хотя бы пройти даст по крайней мере на первом этаже мы все собрали то есть если мы будем забегать в комнату то только для того чтобы убегать от джиме так компас показывает налево а сюда то есть мы с ним тогда не договорили то есть мне нужно с ним конкретно договорить круто так ладно ему пришла в голову идея сделать подарок пусть это будет шляпа шеф-повара раз показали хлебушек наверное это как-то связано с заготовкой ну что в этом весь прикол когда вы сказали что джиме пришла в голову идея сделать для вас что-нибудь приятное это как-то связано со шляпой шеф-повара да джиме сказал что сделать что-нибудь для меня поэтому я последовал за ним чтобы посмотреть что он собирается делать это что непонятно опять непонятно только то что это окна выходим я его не слышит по другому не определить так он далеко он где-то сзади это говорил значит можно спокойно ехать вниз так теперь нам точно на кухню потому что на г больше мест никаких нет туда и пойдем оказывается тогда когда он сбежал не дага не договорил с нами нужно его снова найти и договорить ну вот теперь мы слышим стук тарелок так это отличная идея джимми думаю однажды ты станешь отличным поваром не мог бы ты принести ко мне в комнату когда закончишь я буду ждать тебя хорошо хорошо теперь давай с тобой поговорим еще это доктор боус здравствуйте это доктор боус здравствуйте а ну то есть мы уже с тобой разговариваем это доктор боус сколько у меня раз меня сейчас спрашивать да что ты холокаешь мне ты будешь мне отвечать на вопрос мне вот так надо повернуться это доктор боус а типа он был тут и нам тут с ним разговаривать надо это доктор боус ага вот хорошо я видела как вы разговаривали с джимми за пределами кухни о чем вы говорили джимми делал мне бутерброд как я и просил он принес его в мою комнату сначала я не подозревал что что-то не так так предметы и что же это могло быть диазепам он его из а я уже не помню использовали его диазепам или нет может быть кровь было что-то не так когда вы сказали что не подозреваете что что-то не так имеет ли это связь с окровавленной тканью это была моя первая встреча с чувством юмора джимми а правильно это что это молоток на первом этаже а это третий этаж у нас уже новый призрак появился на третьем этаже ну пока давай закончим с доктором ну что чем их больше тем нам будет сложнее сообразить куда конкретно бежать это если для спидрана может быть там есть какой-то смысл бегать по привидениям и собирать их постепенно а тут не особо вижу смысла так распыляться я слышу звук воды справа нам сюда походу да джимми джимми бля я думал это вон стоит дурак так давай с тобой поговорим это доктор боус? это доктор боус? да я доктор боус но вот здесь мы говорим мы не должны заходить в туалет чтобы с ним поговорить туда просто нельзя зайти давай поговорим я видела как вы плевались кровью что случилось? джимми положил мне в бутерброд битое стекло я чуть не подавился я сохранил часть бутерброда и стекло чтобы потом я мог обратиться в полицию но понял что недооценил болезнь джимми мне просто пришлось срочно сделать его лечение более интенсивным ага вот теперь диазепам для интенсивного лечения импульсивного поведения когда вы сказали что срочно нужно ускорить лечение джимми это как то связано с вашими словами про бутылку с диазепамом это было не лучшим лекарством но это единственное что у меня было джимми требовалось срочное лечение он был опасен так вот он набирает шприц на втором этаже скорее всего так я никого не вижу скорее всего нам нужно опять в ту же комнату в которую в первый раз заходил доктор это наверно комната джимми и есть не трогай меня я на второй этаж поехал так но я пока ничего не слышу что нам сюда вот тут теперь можно ходить была тьма ну давай поизучаем комнаты это какая 201 и заходи не смотри так что у нас тут есть вы нашли постер комедийного выступления джимми холла этот его его панч старые ржавые ключи выходим пошли дальше тут тупик тут темно когда пойдем напротив у нас тут арбалет ничего себе так я его слышу но это что-то было далеко 204 я слышу слышу что он идет упа бери бери давай бегать с пистолетом а почему-то громко я очень хорошо его слышу ключ от этого номера все все не смотри сюда больше он вроде бы ушел ладно выходим а он далеко 205 что у нас здесь ничего просто так зашли ладно пошли давай потихонечку но тут его вообще не видно пойдем так неохота по лицу получать от него 206 а все правильно мы пошли дальше а мы в зеркало не можем посмотреть ладно кладпись с надписью кладовка хорошо он пришел он пришел ничего себе ты чё ты меня видел зачем он ходить не стал он ушел или нет я его не слышу в коридоре прикинь я сейчас открываю шкаф а он тут краешку на кровати сидит и ждет вроде ушел он походу нет все он в коридоре а лестница третий этаж хотя мы на втором этаже бегаем хорошо так еще раз тут ничего да а то он меня так спугнул что что это были за звуки как будто он в комнате ходит то есть если вот эта штука не горит красным мы в безопасности да он где-то далеко он в коридоре в смысле но нам бежать нужно вправо дальше по комнатам так я его не слышу давай выходить а ой 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 я слышу он прям бежит он прям идет в нашу сторону это мое сердце колодец или ее он прям нас четко увидел и опять ходить не стал а он вышел так ты мне дашь туда пройти или нет я же тебя в этой комнате даже запереть не смогу у меня ключей нету так я его не вижу ладно давай выходить он далеко значит тут пока можно ходить спокойно компас тут ничего не туда туда зеркало ничего а комната бесполезная казалось он где-то далеко я слышу что еле-еле его слышно а чем можем идти дальше а это темная так сюда смотрим у по изысканный кинжал а похож на меч этот ключ от этого номера слушаем его я не слышу а он далеко он сейчас очень далеко отлично ходим тогда дальше у нас есть время фотографии дымящегося отеля и ключ от этого номера хорошо я слышу только ветер так у нас есть кладовка попробуем подобрать ключ для кладовки открыта дверь а давай выходим кладовки это вообще не вариант очень неприятный вариант я бы сказал так что у нас здесь находится мне показалось в окне кто-то есть бит для крикета и бейсбола так а зачем такой сильный ветер у вас крыша дырявые лечо я его не слышу ну давай идти на него я его слышу дальше не пойдем я слышу топот опа вот оно так хорошо бегаем прячемся от него тут он хотя бы будет ходить или нет тут решил походить неужели нас не видно мне кажется что эта щель очень огромная типа вышел но не факт по крайней мере музыка успокоила значит можно выйти иконка горит красным он здесь походу в этой комнате прячется в ванне у нас есть ключ от этого номера 212 нет такого нет но он походу здесь так сейчас значит очень максимально быстро выходим из комнаты максимально быстро чтоб он не успел нас схватить давай 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 жми 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 можем идти будем думать что нам повезло вот он он вышел из комнаты он там был он он действительно нас ждал в комнате вот падла где-то ходит но тут хуже он что-то очень много он что-то очень много мешается теперь а я уже выйти хотел он пошел в ту сторону куда нам надо идти и чё делать главное что его нету в номерах когда мы заходим а у нас уже в номере ждет проходит обратно надо же было еще в темный номер зайти блин я слышу его топот он все выходим мне не понравился его смех абсолютно не понравился блин я его не слышу выходим это где-то далеко давай 208 нормально пробежали хоть чуть-чуть дальше компас зеркало так я не слышу выходим дальше 209 закрыто она хорошо 200 есть тоже тоже сидит 9 и 10 11 нормальная 10 ключ от этого номера и зеркало но вроде мы прошли все номера насколько я могу понимать а вот куда нам идти надо я по компасу еще не ориентировался но по крайней мере мы собрали все что могли и ключ от этого номера есть давай попробуем тебе закрыть все таки в этот раз подойдешь мы просто в тупике у нас особо выбора нет я слышу он подходит но я ты прямо у дверей давай иди сюда я же слышу что ты здесь ну подходи я так на тебя тоже могу посмотреть давай заходи ну уже в открытую ты же прямо тут стоишь давай иди сюда супер так 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 заходим нужно просто сделать так чтобы он точно убедился что мы находимся здесь и остался нас поджидать как тогда он нас поджидал в комнате я его сейчас тут запру так ключ 211 он сидит похоже здесь ох рискуем главное не промахнуться на дверь давай 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 супер окей закрывай твою мать это не вредит джиме все же тебе нужно сделать это остановиться и перестать двигаться Он пытается выйти, мы его закрыли Но ты нахера Это сделал У меня чуть сердце Не выпало Вернись обратно Заходи Тут закрыто Все, нам Ты зачем так крутишься? Перестань вертеться Иди вперед Что происходит? Я не понимаю Это ужас Такого я вообще не ожидал Так, надо успокоиться Дай мне минутку Что у нас получилось? Мы его закрыли Поворачиваемся Стоит Гребаный доктор Хотя я думал Это уже Джимми стоит Мы посмотрели с ним сцену С ним надо там поговорить Но Джимми Ковыряется В замке Хочет выйти А там никуда не спрячешься Остальные комнаты Там в них кто-то сидит Фух Нам нужно идти обратно Получается Пойдем А он еще и вертеться Начал А она Майя Так Походу Нам В комнату Отлично Я видела Как вы держав Шприц Говорили Джимми Что вы делали? Джимми отказал Мне в приеме препарата Пришлось бегать За ним по отелю Затем он сказал Роуз Что я пытался Заставить его Принять его Что я применил Насилие Это просто смешно Насилие А что у нас есть По насилию Биты Пистолет Арбалет Колотушка Мне кажется Самое безобидное Из того что есть Это колотушка Когда вы сказали Что Джимми Не дал вам ввести Лекарства Связано ли это С деревянной Колотушкой? Джимми сказал Что я избил Его колотушкой Я бы никогда Не применил Насилие к пациенту Это бессмыслица Но Роуз Ему поверила Это что телефон? Это телефон Телефон Я помню У нас на В этом На цокольном этаже У администратора Как же далеко Теперь нам Бежать До лифта Так Ну давай Попробуем Пробежать Будем Максимально Внимательно Передвигаться Каждый шаг Будем слушать Но сюда Мы его позвать Не можем Так Идем Надо конечно Стараться избегать Темных комнат Потому что Он нас сразу Может Достать из ванны Другого места Нету Но когда такое Происходит Ты вряд ли Будешь думать В какую комнату Забежать Давай попробуем Выйти Но он ходит Я его слышу Он где-то там Впереди Давай будем Мы уже почти вышли Это уже Очень хорошо Если я правильно Понимаю Структуру отеля То мы почти Уже у лифта Так Выходим Он в той стороне Я слышу Правым ухом Что он Как раз Там же Находится Ты очень Близко Но пока Тишина Пока ничего Не происходит Что рискуем Ключ От 200 Что стой Нету У меня Нету Я его не слышу То есть Ну выходим Так Ну Побежали Ага Успеем Успеем В лифт залезть Успеем Успеем По идее В этой сцене Он нас не должен Поймать Но мне Интересно Он может Нас Вынуть Из лифта Если мы Долго Не нажимаем На кнопку Но проверять Я это Конечно Не буду Что-то было Что-то слышал Я вижу свет Что у нас тут Он просто крутится Вертится Я бы никогда Не применил Такие меры К пациенту Миссис Холл Это противоречит Всему Во что я верю Вы должны понять Что он Все выдумывает Ну ты сейчас Не страшно Появился Хэллом Просто очень близко Хорошо Я видела Что вы пытались Объяснить Что именно Случилось С Джимми Казалось Что вы были В отчаянии Я волновался Что Роуз Поверит Джимми Это была Неприкрытая Ложь Но мне удалось Убедить Роуз То что Джимми Выдумывает Это что Второй этаж Ага Это похоже То место Где лестница Это я вроде Как угадал Хорошо Пойдем Второй этаж Будем смотреть Что там Но это Очень близко Это хорошо Когда все Очень близко К лифту Когда все Проще Это вроде Вот это место Показывали Опять сюда Нет Но куда Ты показываешь Все таки Дальше Идти надо И видимо Сюда В эту комнату В эту комнату Тут никого нету Я его Не слышу Блин А куда же нам Ити тогда Мы тут точно Были В этой комнате Да Видимо Были Так Давай посмотрим Зеркало Потому что Уже Страшно Просто так Передвигаться Было бы Хорошо Если бы Этот момент Как-то Ускоряли А я Я помню Я помню Этих Манекенов Я помню Это Другой Человек Это Какой-то Другой Мужчина Это Не доктор Он На третьем Этаже Но Это Ладно Это мы Разберемся Нам сейчас Доктора Быть Где он Блин Подходит Так Я не слышу Пойдем А у нас тут Кладовка есть Открытая Да Я думаю Можем Выходить Так Я Слышал Какой-то Неприятный Топот Действительно Действительно Неприятный Топот Но мы Очень хорошо Сократили По идее Мы очень Хорошо Сократили Он закрыл Дверь Надеюсь Он Ушивал Отсюда Он Он Перестал Уходить Он Теперь Нас Каждый Раз Поджидает В комнате 216 216 218 Блин Нет у нас От этой комнаты Ага Все Слышно Его Вдалеке Хорошо Давай Мы С тобой Найдем Доктора Так Вроде Можно Выходить Но Слушаем Внимательно Бегаем Ждем Ты видел Он Справа Он Справа Был Это Нет Нет Это Невозможно Прячься В шкафу От него Как он Нас Не Шлепнул Я Думал Если Он За углом То Все Пиши Пропало Сразу Битый В лоб Ну Нет Это Походу Все Он Нас Сейчас Найдет Вышел Ну Ты же Внимательно Видел Что мы Когда Не бежали Никого Не было Он не выглядывал Он просто Оказался За углом В этот момент Главное Не развернуться Но он Точно Тут Он точно Знает Что мы Здесь 212 У меня 112 А нет Он вышел Он вышел Отлично Что-то Это стало Все Очень Очень Жестко Он Он Вроде бы Говорил Очень Далеко Ага Вот Вот И что нам И что нам Куда-то Сюда Ну В эту Комнату Показывает А То есть Мы были В нужном Месте Я Что-то Не совсем Понимаю Куда нам Нужно Скажите Пожалуйста Я живу Этих Манекенов Как раз Это Доктор Это Манекены 216 Ну Все Правильно Я как раз Здесь и Нахожусь И Мужик Начал Зевать Видимо Это знак Что пора Заканчивать Ё-моё Ты не сможешь От меня Так Легко Отвязаться Джимми Я думаю Нам Следует Начать Сначала А ты Как думаешь Почему На этот Раз Ты Не Сделаешь То Что Я Прошу Это Хорошим Началом Не Так Ли А почему Ты не Появлялся Все Это Время Я Чуть Не Получилось Я Поебалу В Коридоре Так Давай Молодец Я Видела Как вы Сидели На Кровати И Говорили С Джимми Что Вы Делали Я Подумал Когда Он Поймет Что Его Поймали На Лжи Он Начнет Говорить Со Мной И Делать То Что Я Прошу Вместо Этого Он Просто Выдумывал Еще Одну Ложь Только Это Было Намного Хуже Ужаснейшая Ложь А Это Походу Вунте Газетные Вырезки Которые Мы Видели Что То Про Врача Там Было Вы Сказали Что Джимми Снова Солгал Насчет Вас Солгал Самым Худшим Образом Имеет Это Какую-то Связь С Альбомом Для Вырезок Джимми Обвинил Меня В Самом Ужасном Преступлении Он Взял Это Из Газетной Статьи Которую Читал Он Все Это Выдумывал Это Первый Этаж Сокольный В смысле Ну Похоже Так Это Конечно В этой Сери Было Все Очень Жестко Пусть Он Там Ходит А Я думаю На этом Мы С тобой Прервемся И Будем Ходить Дальше Разбираться С Этим Доктором Так Что Подписывайся На Канал Оставляй Лайк И Комментарий А так же Делись с друзьями Спасибо за компанию Всего